Приветики, ребята! И сегодня я хотела бы поговорить с вами о фаворитах осени. Но так сложилось, что подводя итоги, отбирая, что же больше всего мне понравилось и запомнилась в этом, за эту осень, я поняла, что это будут не просто фавориты осени, а можно сказать фавориты года. Фаворит номер один это фотобук от Morphelife. Если честно, я до сих пор смотрю его с громадным удовольствием. Каждую фотографию, вспоминая пережитые события, безумно крутое качество. Каждая фотография напечатана так, как будто бы это в реальной жизни происходит. То есть вы смотрите не картинку, не фото, а вот какой-то фрагмент, который ожил. Отличный близких, удивить их неординарным подарком. Вот, Morphelife как раз помогут подарить вам такую возможность, очень крутое. От себя рекомендую. Все ссылки я оставляю в инфобоксе. Кстати, хотела отметить, что такой дизайн выбрала я лично. Вы можете взять, допустим, одна цельная фотография на лист. Можно поделить на более мелкие фрагменты, очень круто. Можно добавить надпись. Видите, я добавила вот здесь самые яркие воспоминания. Вы можете, допустим, рисовать какая-то фотосессия с значимой даты. Допустим, какая-то вечеринка была или какая-то торжественная часть. Вы подписываете, чтобы потом не забыть. Это классная идея. И вообще, я считаю, что нужно возрождать идею. Печатать фотографии, не хранить все в ритуальном виде, в каком-то виртуальном носителе. Живые фотографии намного круче. Мой следующий фаворит, и я надеюсь, вы поймете меня, что я держу его спиной к вам, потому что это зеркало с подсветкой. Если я его сейчас перенесу, будет сильное искажение картинки. Поэтому только вот в таком виде могу пока показать. Купила в магазине все по 5, все от 5 гривен. Стоило 200 с чем-то гривен. К нему дополнительно взяла батарейки. Нет, на 200 гривен и плюс батарейки. Работает на кнопочке, нажимаете и нажимаете. Очень удобно. Я никогда не думала, что будет так комфортно краситься. Вообще, не слепит глаза. Есть минус здесь, нет увеличения. То есть, если у вас плохое зрение, и вы привыкли краситься с увеличением, конечно, этого не хватает. Но если зрение нормальное, то больше ничего не нужно. Практически, как профессиональное визажное зеркало работает, видно каждую деталь. Даже само по себе оно очень такое качественное. А если увеличивать, то прям даже мимические малейшие морщинки. Все становится явным. Тоже можно использовать как идею для подарка. Допустим, своему подружке, близким можно подарить. Тем более, если у вас в городе есть такой магазин, все от 5 гривен, обязательно посетите. Я хожу с лета, выискивала именно вот такое вот зеркало. У меня мама мое разбила, такое стационарное. И я долго искала. Я хотела именно такое. Нашла немножко другое. Но теперь, когда появилось это, я не нарадуюсь. Просто мое визажное зеркало, которое профессиональное, большое, оно даже рядом не стояло с вот этим вот. Не реклама никак. Мне эта компания не платит. Я от себя рекомендую, потому что я очень довольна осталась. Следующий мой фаворит, это вот такая вот сумка из Эко Меха. Это Харикун. В Инстаграме я заказывала. Внизу в инфобоксе тоже ссылочка. В чем Эдрикол этой сумки? Кто смотрит мои влоги, уже знает. Кто смотрит мои видео, лукбуки, тоже знает. А кто не смотрит, вот сейчас я вам расскажу. Сумка двусторонняя. Она выворачивается. Вот так вот. И получаем мы черную сумочку. И я прошу прощения, тут что-то поналипало у меня. Потому что я с ней хожу, не расставаясь ни на мгновение. Она у меня постоянно сам. И получаем вот такую вот красотку двустороннюю. Очень удобно. Допустим, сейчас у нас такая погода немного пасмурная, слякает, туман, дождит. И как бы ходить с меховой стороны, нет никакого резона, потому что он будет поликопачкаться и мохнуть. Переворачиваем, все, можно идти смело. Очень люблю вот такие вот, такой модель сумок. Очень классно вписалась во все мои образы просто вот. Так что сумка этой зимы торжественно объявляется данная. Следующий мой фаворит, это пенка для умывания от корейского бренда Benton. Я о ней рассказывала в видео, моя вечерняя рутина, чем я занимаюсь по вечерам. Так звучит, чем я занимаюсь по вечерам. В общем, пенка. Рассказываю, первое впечатление. Мы привыкли, что пенка, она такая воздушная текстура, да. То есть вы наносите, она как пузырчатая, здесь такого нет. Она как крем. Очень классно очищает кожу. Требуется ее буквально чуть-чуть, совсем нанесли на все лицо. Не сильно пенится, хорошо удаляется. Не сушит кожу, не стягивает кожу. Я безумно довольна вот этим вот средством. И вообще, вот сколько я с этой компанией не сталкиваюсь, я не наткнулась ни на что, что могло бы мне как-то оттолкнуть, не понравится. Очень крутая и качественная косметика. Не бюджетная, но я бы не сказала, что она какого-то люксового образца. Каждый может, в принципе, себе позволить. Учитывая расход, то она получается очень даже экономной. Следующий фаворит, и это был фаворит ноября, это сериал «Обычная женщина». Я не буду рассказывать вам сюжеты и о сценарии за трону. Мне понравилась нестандартная идея. Я ни в американских фильмах, ни в украинских не встречала такой идеи. И вообще ни в каких. Необычная игра главной героини. Как она умело лавировала между всеми неприятностями. Как она сохраняла спокойствие дома, несмотря на то, что там творился ураган. В общем, меня смотрела на одном дыхании, и я осталась довольна, жду второго сезона. Следующий фаворит, это вот такая вот маска. Это маска для сухих и посеченных кончиков от «Душка». Она идет с таким ярко выраженным ментоловым запахом. Вот, я пользуюсь ей уже давно. Но вот именно осенью она оказала просто целебное, чудодейственное воздействие на мои волосы. Они у меня уж жутко страдают от любых перепадов температуры. Особенно, когда на дворе высокая влажность, ветер. Это просто катастрофа творится. Вот, я регулярно делаю эту маску. Я чувствую, что волосы становятся лучше. Конечно, еще мне работать и работать над улучшением качества. И не составом, а как это объемом моих волос. Но, тем не менее, вот, очень люблю «Душку», честно. Один раз я только слышала негативный отзыв об данной компании. Но и то, это человек пробовал одно средство. То есть, если я, допустим, попробовала более пяти... Так, пяти, да больше пяти. В общем, очень много пробовала средств. И не было никогда у меня никаких каких-то замечаний. Но там девочка одно средство попробовала и сделала такой вот вывод о всей линейке компании, что это некачественно. Я не замечала. Очень нравятся и всегда покупаю. Во-первых, я их обожаю за креативность, за отличную подачу материала. То есть, только они могут так вот придумать такие составчики. Действительно, работающие составчики. Следующий мой фаворит, и это будет песня. Песня «Toolsmas Run Wild». Мне настолько она понравилась, что я даже смонтировала в Instagram в профиль видео 11 образов с одной рубашкой и наложила поверх эту песню. Но у меня Instagram заблокировала, так как я не имела авторских прав и не могла пользоваться этой песней. Но хотела отметить, что у меня немножко странный музыкальный вкус. Я могу слушать от шансона до классики, и всё зависит от настроения. У меня нет какой-то прям любимой группы, которую я там пропагандирую и концерты, которые я посещаю регулярно. Но вот данная песня, она настолько нравится, настолько она на любите у меня стоит. И даже мой молодой человек, вкус музыкальный у которого мне не нравится. У нас совершенно не совпадают взгляды. Я не могу ехать в машине с его плейлистом, у меня просто уши вянут. Но когда он услышал эту песню, хотя он не слушает зарубежных исполнителей, здесь он вообще говорит, это что-то. Я оставляю фрагмент вам, сейчас вы послушаете его. Надеюсь, вам так нравится. Говорит, это смягчающий лосьон от Johnson's Vita Ricci с экстрактом папайи. Если честно, в жизни я папайю никогда не пробовала. Поэтому я не могу сказать, насколько совпадает запах крема с запахом настоящего фрукта. Но могу сказать от себя одно. Знаете что? Я человек с сухой кожей, особенно на ногах. Прям вот очень сухая кожа. В идеале мне нужно мазаться кремом раз-два в день. Два даже вот это будет точнее. Если раз помажу, то не так себе. С вот этим вот лосьоном я мажу кремом себя, ноги, в частности, раз в два дня. То есть я не ожидала, что вот настолько он будет увлажнять. По составу, ну состав, конечно же, здесь не самый идеальный. Тут глицерин, парафин, карика папайя и прочее. Но, тем не менее, увлажнение отменное. Если вы обладаете сухой кожей, обратите внимание, Johnson's выпускает не только с экстрактом папайи, но и с другим ароматом продукции. Я думаю, что она будет тоже такой же качественной. А вот это вот кунжутное масло. Если честно, я никогда его не пробовала. И я вообще даже не подозревала, что такой продукт имеется. Я обожаю магазин Сильпоза, потому что там есть такие отделы с обвалом цен, как они называются, с скидками. И вот там я увидела вот это вот масло, и на него была скидка 75%. По сроку годности. Я проверяла, сейчас я вам не скажу точно, но по сроку годности нормально. Не исходил он еще. Хранить его нужно в холодильнике. Боже. Да, сейчас открою. Запах очень необычный, специфический. Чем-то напоминает хумус, но... Нет, это не хумус. Им идеально заправлять салат. Я уже готовила салат этого 5 на новогоднюю ночь. И там, боже, я говорила, что люди говорят. И там был один салат с авокадо. Сочетание вот этого масла и авокадо, это просто взрыв моих вкусовых рецепторов. Это что-то с чем-то. Очень вкусно. Фирма Kikoman. Если где-то будете видеть, обязательно покупайте. И заключительный мой фаворит, это маска для лица от фирмы Beauty Derm. Томатная. Она с эффектом отбеливания. Как сказал мой друг, когда увидел, что я ее покупаю, говорит, ты что, заправку для борща взяла? Кто на меня подписан в инстаграме знает, что вот такую вот маску и еще две другие я разыгрывала. И сейчас жду, когда со мной свяжется победитель, чтобы отправить по почте. Очень крутая, вот серьезно, я честно, настоятельно рекомендую. Отменная маска. Я не заметила отбеливания, хотя здесь не указано. Я заметила увлажнение, очищение. Вот такое впечатление, что у меня был какой-то косметический пилинг, и у меня сняли верхний слой кожи, который такой эпителий, устаревший уже. Очень классный. Сужает поры, кстати. Да, и это правда. Я заметила вот прям возле носа, прям действительно был эффект. Вот такие вот были у меня фавориты. Как я сказала, уже фавориты осени, фавориты года. Напишите в комментариях, пробовали ли вы что-то из тех средств, о которых я сейчас рассказывала вам. Не забывайте подписываться на канал. Если вы на меня подписаны, но давно не ставили мне лайк, либо дизлайк, не писали комментарии, YouTube может вас удалить от меня. Поэтому, пожалуйста, поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось, дизлайк, если не понравилось. И напишите. Можно просто даже циферку, буковку одну поставить. Самое главное, чтобы была какая-то активность. Я поздравляю вас с предстоящими праздниками. Желаю вам хорошего настроения. И хорошего вечера. Спасибо, что смотрите меня. Целую, люблю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok